добрый вечер дорогие друзья говорит и показывает всемирный центр но бриту лам из города герой юшалайма в широком смысле этого слова мегаполис широком смысле этого слова и мы с вами продолжаем и знакомства книга рамба мишна тура только напомню что сегодня уже 21 яра 5 7 8 1 и естественно мы посвятим нашего к полному выздоровлению всех раненых вы знаете были раненые в мироне к сожалению есть еще три молодых парня раненых вчера и арабские террористы их обстреляли короче да мы назовем этих ребят за их полное выздоровление иуда бы милька до я бы на биво михай дэн рунит и все других родинах после всех этих предисловий я хотел бы назвать сегодняшнюю тему сегодняшняя тема это истории скажем так развитие было покос сказать что правда прежде чего прежде чем объяснить нам что такое поклонство в чем проблемы где запрещено что запрещено и как он по своему обыкновению рассказывает на небольшую историю то есть и делает некий исторический очерк который дал бы нам представление откуда вообще данное явление взялось надо сказать что термин принятый в еврейской литературе конечно вы понимаете такого слова как и два поклонства нету вы видите термин принятый у нашей литературе это а вода зара что буквально означает чуждо и служение а вуда это служение а за ракосу назар чужой чуждой то есть здесь интересные 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 тема логия понимание в этом выражении есть как бы изначально предполагается что желание трудящихся всегда было и есть служить самому творцу а на деле выходит нечто чужое и уплывает все это куда-то в разные стороны или как сказал один классический политик мы хотели как лучше а вышло как всегда и вопрос почему это произошло ведь казалось бы всевышний создал мир создал человека дама почему это люди вдруг стали служить каким-то другим чуждым фактором вот это нам рамом объясняет понятно что рамом это не придумал это все традиция которая передается из поколения поколения традиция пророков и в конце концов это дает нам представление о том что делалось первых поколениях человечества и как эта проблема вообще произошла ну сделаем дыхаем баруха тару на его михау лямши а конья бельвару рассказывает рамбом так в дни и ноша совершили люди большую ошибку это поколение потеряла сознание потеряла понимание и сам и нож был из тех кто совершил эту ошибку и интересно да что наша традиция говорит что именно поколение и ноша и началось отступление от абсолютного монотеизма прежде всего кто такой и нож и нож как известная история это сын шета то есть вы понимаете речь идет о третьем поколении людей то есть адам шет и нож и казалось бы это так близко еще к адаму этого нож и нож это внук адама и сын шета но уже в третьем поколении начинается начинает ощущаться ментальная удаленность от творца ведь казалось бы да и он только что сотворил адама это было так недавно но поколение идут и развиваются и так как творец дает человеку автономию самостоятельность свободу выбора не вмешивается в жизнь человека прячется за созданными ими законами природы то у человека может создаться впечатление потеряться вот это ощущение близости непосредственной связи которая была в первые два поколения и вот у нас есть традиция что именно в поколении но шаре понимаете и нож это был гигант мысли это не какие-то мясо некита мелкие хулиганы понимаете это внук адам но в чем состояла их ошибка равном объяснять что они решили что раз всевышний создал небо землю природные силы и вообще все что угодно мы видим создана огромное количество сил и эти силы всевышний дал чтобы управлять миром мы видим солнце это огромная сила которая управляет миром луна влияет на жизнь человека и знает дождь и тучи планеты разные и так далее и так далее весь этот космос невероятный все эти силы существующие в природе понятно у и ноша и его поколение не было сомнения что творец их создал но у них возникла мысль о том что раз творец и создал то необходимо им оказывать уважение поскольку они созданы творцом для управления миром на этом этапе обратите внимание никто не собирался оставлять служение самому творцу но они решили наряду с тем чтобы служить самому творцу еще и оказывать какие-то почести уважение трудно сказать какой-то форме было понимаете это это совсем не так просто и примитивно как это звучит в наших устах но началось какое-то стремление или желание или понимание оказывать некое почтение уважение делать некое обращение вот к этим силам наверное во времена и ноша обращение с просьбами еще не было но уважение почтение она оказывалась и говорит рабом чем дальше тем больше люди стали восхвалять эти силы стали стали делать вещи которые являются в глазах почестью да но я знаю может быть даже наверное приносить какие-то символические приношения трудно сказать что там был и поколение это шло за поколением и если в поколение самого и ноша они конечно и не думали оставлять творца то когда поколение умножились то в конце концов люди потихонечку стали сосредоточиваться именно на тех силах непосредственно непосредственный контакт с которым у них был потому что если человек зависит от солнца от луны от дождя и прочих вещей то он начинает потихонечку все больше и больше им служить их уважать их восхвалять и даже приносить какие-то приношения и опять же не сразу и не вдруг но в конце концов люди стали потихонечку отходить от служения самому творцу потому что он далек и неизвестно где и потихонечку перешли служению только вот этим объектом а это были и и и планеты и звезды и так далее так далее потихонечку люди стали создавать потихонечку появились разного рода рода уже пророки которые говорили людям что что творец послал их с требованием или с просьбой с указанием служить этим объектом а потом стали говорить уже от имени самих этих объектов на послал я не знаю какой будет сатурн и так далее и потихонечку потихонечку стали люди опять же не в одно поколение не в два но шли и шли поколения и конце концов люди стали служить только этим объектом и забыли само служение творцу понятно что это не был и нож и нож еще был на высоте но с его ментальной ошибки и все и началось все началось и в конце концов на определенном этапе истории мы видим что весь мир просто весь мир весь мир занимался именно служением кому угодно только и творцу и вот это то что называется на языке наших мудрецов абуда зара служение не тому и не так вместо того чтобы служить творцу так как он сказал люди придумывают разные формы служения неизвестно кому как они это придумали и вещь это естественная потому что люди общаются с силами природы и это близко и это влияет и поэтому человек склонен к этому и мы видим например что уже во времена нашего отца авраама а это я вам скажу авраам жил примерно через две тысячи лет после но не через тысячу лет после смерти адама и мы уже видим с вами в его время все человечество занимается служением всякого рода объекта и субъектом и все это сопровождается уже пророчествами жертвоприношениями и мы с вами знаем что не просто жертвоприношение просто муку принесли или что-то еще своим всякого рода идолом но и человеческие жертвы были большой большой закономерностью люди приносили в жертву своих первенцев это было очень и очень распространено и кстати появились всякого рода изображения то есть люди делали изображения которые обозначали вот эти силы которым они служат не то чтобы они служили с одним вот этим деревянным идолом но они считали что то есть через эти деревянные или каменные какие угодно фигуры они притягивают силы небесные короче все это все это конечно вылилось страшное страшное идолопоклонство которое покрыло покрыло весь мир и мы видим с вами штанахи да все пророки только об этом и кричат как все это страшно происходит и теперь интересно рамбом замечает что вот эти вот служители культа до всякого рода как их назовем жрецы жрецы они говорили по вот это что вот это вот конечно правильно служить и но многие многие люди избранные такие есть рама приводят например таких людей как шем или эверханов митушевых но всегда были люди которые понимали что весь мир сотворен единым творцом управляете кстати говоря мы сегодня знаем из разного рода археологические исследования что и египетские жрецы тоже знали и понимали конечно что мир сотворен единым все люди сотворены единым богом и управляете но они жрецы эти вполне возможно считали что для широких народных масс такая идея слишком высокая это слишком высокая тема они не поймут служение от творцу которого не видно не слышно не пощупать не обратился к нему и поэтому они решили что лучше пусть люди служат вот всякого рода этим всякого рода этим силам и таким образом они будут жить лучше а вот те единицы которые понимали что в проекло что происходит это неправильно и плохо опять же камуром имеет ввиду шем эверны тушиллах и так далее не тушиллах это дедушка но то они молчали и не пытались протестовать потому что они понимали ли думали ли считали что народ их не поймет то есть люди просто не готовы к монотеизму и поэтому лучше оставить их такой формы и все это продолжалось говорит рамбом до того как на исторической сцене и появился наш отец авраам авраам появляется на исторической сцене правда его звали тогда еще про а мы знаем и интересно что согласно нашей традиции авраам и рождается где-то посчитаем от нашего времени авраам родился по нашей традиции четыре тысячи лет назад то есть представьте себе две тысячи лет вернее две тысячи лет после рождения адама но адам-то прожил 930 лет то есть через тысячу с лишним лет после смерти адама на исторической сцене после потопа после новых вопросов всего этого появляется авраам и мы видим что он ведет себя по-другому но прежде всего рамбом замечает что авраам он с детства или с юности стал думать искать что-то ему в этой системе не понравилось что-то не так на то есть никак он не мог примириться с тем что в мире существуют служение всякого рода силам потому что сила эти совершенно разрозненные спрашивается кто же за всем этим стоит есть и знаменитый медраж который говорит что авраам сначала подумал да и облискание может быть это солнце так ее меняет луна может быть это луна так она уходит может быть это звезды так они гаснут может быть это тучи так ветер их сдувает и так далее и медраж говорит что авраам пришел даже не к выводу а к вопросу может ли быть этот мир без хозяина то есть может ли быть чтобы в этом противоречивом мире со столькими разными силами не было бы одного какого-то создателя руководителя и после этого всевышний открылся ему сказал я хозяин этого мира так медраж описывает поиски авраама и мы действительно с вами видим что ее в рассказе то ли всевышний открывается аврааму но правда там это уже описывается в возрасте 75 лет а здесь вам вам говорит что этому присутствует при предшествовала опять же нас традиция предшествовала довольно таки долгая эпоха искание авраама и вы знаете медражи говорят что отец авраама террор вообще не просто был идол поклонником а был производителем идолов и идолопродавцом то есть это был его бизнес он поставлял разного рода идеологии или и дологи и в конце концов медраж есть разные медражи над известными что авраам в один день пришел в магазин своего отца в котором он оставил его продавать и побил все их этих видов там каким-то молотком они были разрушены и так далее отец приходит что произошло ура он говорит смотри они тут между собой подрались и один там разбил и всех других на что-то раком скал ты мне головы морочь и ничего не могу сделать сами то есть продавать там их продаем ну надо же понимать то есть видимо и таракта не было особенно убежденным служителям продавала короче авраам восстает здесь рамбом говорит интересную вещь что и отец его и мать его и весь народ служили вот этим идолом и он служил с ними но сердце его все время находилась в поисках пока он не нашел путь правды и понял справедливый путь и узнал что если понял что есть единый бог и он руководит миром и он создал все и все что есть это от него и он понял что весь народ ошибается обратить внимание на социальное положение авраам ведь это же такого рода поиски они же не просто академические поиски свет сидит человека в библиотеке университетской да и книжки читали нет это означает что выводы которым он пришел что есть только единый творец ему нужно служить только ему это же ставит его противоположность всему окружающему миру понимаете он становится он становится просто врагом народу понимать как на него смотрели как на человека который борется отрицает все основы все святыни нашего общества на что он луку поднимал и здесь вам он говорит что когда он это понял он не просто это понял а он стал объяснять народу и вот это начало происходить возрасте сорока лет возрасте сорока лет рам вам понял и начал действовать обратить внимание не просто сидел дома и думал какие все дураки нет так как авраам любил человечество вы смотрите я не могу оставить их в этой жуткие ошибки люди страдают они забыли творца потеряли смысл жизни находится в ментальной тюрьме я пойду я скажу ему и подруг скажу им правда и стал бы это объяснять если он упоминает он разбил этих идолов это да это явно тот мидраж который он привел то есть и начал им объясняют что нельзя служить никому кроме одного единого творца а все остальное все эти изваяния идолы и прочее необходимо просто ликвидировать понятно что вы же понимаете же такого рода такого рода поведение активный как говорили моем детстве активные жизненные позиции я помню на все время призывали официально занимать в жизни активную жизненную позицию и кто понимал это буквально и занимал активную жизненную позицию тому потом приходилось очень тяжело но авраам ничего не побоялся посмотрите один против всего мира это не то что там у них союзники какая-то партия или что один он сказал нет так дело не пойдет пошел и начал распространять монотеизм и когда он начал переубеждать их своими аргументами аргументы абрама были видимо сильнее и народ за ним пошел то тогда приказал царь его убить 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 это не в рот на согласно нашей традиции не в рот когда увидел что деятельность авраама имеет такой большой успех сказал нет человека нет проблем мидраж говорит что это об этом намекает что его бросили в печку просто напросто а чего-то печку бросили все и случилось ему чудо и он вышел вышел из печки и ушел из урказдиема ушел хранит авраам вместе со своей семьей был вынужден бежать из урказдиема где урказдием это интересно потому что урказдием обычно на карте показывают что это город на юге сегодняшнего ирака и а вполне возможно что это было севернее но не важно так или иначе это было между речи до тигра и фраг эти две реки где сегодня там ирак примерно вот между речи он там жил и оттуда он ушел пришел был вынужден бежать потому что когда тебя бросают в печку кстати мидраж говорит что его брата ара брата арана бросили в печки он не вышел оттуда то есть семья это покинула урказдин до того как всех сожгли детей но третье поколение погибло потому что аран погиб остался старший брат нахор и отец терах и они со всеми своими женами как описано в торе уходят уходят они в хара где находится хара на искать что хара и сегодня существует может удивить и такое населенное место деревне где-то на юге на юге турции на границе и и сирии трудно понять да где и какие там границы сегодня проходит на этом турецко-сирийском участке но там находится до сих пор населенный пункт хара в котором таки и было тогда семья авраам и там они остались довольно долгое время а уж оттуда всевышний сказал ему идти в к нам а все его родственники в хара не так и остались и между прочим хара от нас это где-то тысячу километров на северо-восток кто хочет может посмотреть на карты в гугле и вы найдете это место то есть авраам был вынужден бежать и продолжал свою деятельность продолжал свою деятельность и посмотрите что пишет раба и к нему собирались люди и спрашивали его по поводу вот этого монотеизма и он объяснял каждому соответствии с его пониманием то есть он обращался к людям подходил к ним дифференцированно детям наверно объяснял по-детски с конфетами взрослым так мужчинам так женщинам так молодежи так старикам так умел он разговаривать с народом тем языком который народ понимает и ушел из страны в страну пока не пришел в вероц к нам знаешь все же кому-то вырос к нам цифра начинается глава леха и говорит рамбом и там он взывал имени машин написано торе и взрыв за возвал там имени машин или вам то есть вечным то есть мы видим с вами что он везде где ходят ставят жертвенники приносит жертву творцу и призывает народ оставить идолопоклонства и говорит рамбом что собрались к нему тысячи и они называются мужи дома авраам то есть было не был такой был такое движение дом авраам люди хасиды ученики авраама которые за ним шли и он написал книги разъяснял им после него он передал традицию ицхаку ицхак якову и так далее и так далее а яков наш отец научил всех его всем его сыновья и выделили а вы спросите а куда же делись все эти хасида авраама мы видим если вы посмотрите в книге берешить что когда он пришел в шхем то он там их всех оставил потому что после шхем мы не видим ни одного человека из них а всем пришли большое количество людей так что поэтому интересно да это многое объясняет нашей истории отношения с шлемом шлем был основан видим учениками нашего отца авраама это объясняет почему потом я пошел туда и так и ушло тоже союз с израилем историю заключал в шлеме это интересно да но он там их оставляет и дальше уже вырос к нам начинается работа по созданию народа авраама через ицхака через якова и через его сыновей интересно здесь рамбом пишет что яков из своих сыновей хотя он всем передал эту традицию но ответственным за эту традицию он сделал леви леви сыновей леви он отвечает потом мы с вами знаем что из колена леви пошли коины то есть левитой коины это те люди которые отвечают за хранение развития традиций такое и был момент говорит рамбом когда в египте мы уже оказались и там продлились на нам не вы знаете что в египте мы были сотни лет сотни лет и понятно что умерли и юсеф и яков все братья юсефа и в конце концов началось про обращение про обращение естественно было не только политическим и экономическим но и ментальным нас со страшной силой угнетали и естественно мы ассимилировать начали ассимилироваться египте и к сожалению вы трамбов совершенно практически забыли традицию отцов почти и стали служить вот всяким этим идолам как эти самые всем этим силам как египтяне и почти уже пропали мы в этом плане почти забыли традицию отцов кроме объясняет опять грамотно тоже есть традиция в этом поводу колено леви колено леви она и порабощена не было у него там был особый статус и они являлись хранителями традиции мы видим что и арон и бильям явно играют там в египте еще до выхода из него явно играли важную роль важную да и ты сам ушел из меня то что он вырос как египетский наследник египетский принц тем не менее по происхождению то он тоже леви и сыграл там важнейший уровень при выходе ведущую и вот говорит рабом почти все уже забылось и почти мы совершенно с ними слились и в плане ментально я и ашем пожалел нас и послал на муж и рады учителя всех пророков и учителя всех учителей муж и рабы но послал на муж и рабы и когда пришел муж и бейну получил он пророчества и ашем снова выбрал израиль себе коленом до народа израиля дал им все эти вид свод все эти все эти заповеди и как им служить и с тех пор и с тех пор и он и он ему рассказал о том о том что такое это вода зара и как с ней бороться то есть с этого момента то есть момента выхода из египта и начинается говорит трамбом настоящая борьба седло поклонств то есть то что авраам делал там персональном плане то что я аков и его сыновья делали это было на таком индивидуальном уровне не выходящим на широкий масштаб потому что ну сколько людей мог изменить сколько людей мог перевоспитать сколько людей мог мог повести за собой убедить обратно много может очень много но реальность состоит в том что мир это что люди живут не индивидуально а люди живут в обществах люди живут в обществах народах царства государства я не знаю там племенах это всегда коллективы и поэтому для того чтобы повлиять на коллективы нужен соответствующий коллектив и только после выхода из египта у нас есть народ израиля который показывает пример национальной жизни есть народ который во всей своей жизни будет экономическая политическая студентная политическая служит всевышним и живет соответствии с его идеалами без всякого рода служение кому бы то ни было кроме него понятно что у нас не всегда это получалось в нашей истории это я были подъемы были спуске были отдельные моменты и были отдельные недостатки но настоящая работа пошла именно с этого момента и вот здесь мне кажется очень понятно что важно здесь рамбам после вот этого исторического предисловия о том как появилась вот эту иглу поклонства вода зара где была ошибка когда она произошла к чему привела и как был создан как всевышний послал авраам и народ израиля после этого он дает нам уже конкретное определение то есть чем собственно говоря заключается запрет идолопоклонство главное в запрете идолопоклонство пишет оба это чтобы не служить никому из всех созданий не ангелу не звездам не планетам никаким материальным или духовным основам ничего из всего того чтобы стоп что создана а только служит самому единому творцу только ему и не делаем так как и не делать так как поступили и нож и люди его поколения то есть с момента когда начинается даже не просто оставили ашем а служит я не знаю попекали неважно а если даже служит ашем как это было во времена и ноша но при этом и еще кому-то и еще кому-то и еще кому-то и в нашей истории было очень много таких моментов когда вроде бы мы не оставляли но при этом были всякие более что вот и прочие вещи то есть всякого рода служение кому-либо чему-либо из создания свежий создал творец создал весь мир и всех его творений я не имею права служить никому и ничему вот эти люди будь это ангелы будь это живые будь это мертвы будь это природные силы будь это планеты будь это какие-нибудь предки до служения предкам было мело очень большое распространение или я не знаю или огню или воде или мертвым и мертвых мы уже напоминаю да или каким-то духом или каким-то этим или кому угодно и чему угодно кому угодно и чему угодно кстати говорить и самому себе можно заслужить может сойти с ума объявить себя божеством и начать служение самому себе и такие случаи в истории бывали но повторяю здесь есть определение то есть это на самом деле очень просто по определении и очень и очень сложно по на практике потому что как я могу общаться с творцом только если он обращается ко мне когда есть пророки но со мной это каждый день этого не происходит и поэтому есть всякого рода соблазны избирать какие-либо какие-либо силы или людей и делать их посредниками вот это гейтрамбом называется вода тарах вот здесь это это запрещено и не забывайте что запрет идолопоклонство это первейшая запрет длино то есть это не распространяется только на смот израиля это распространяется на все человечество на все человечество и поэтому и поэтому то к чему нас рабом призывает это про это прежде всего очистить голову от всякого рода каких-либо объектов или субъектов которые которым человек мог бы обратиться наиболее распространенными формами древнем мире были понятно всякого рода природные объекты и такие вещи как луна и солнце понимаете то есть для современного человека луна и солнце на самом деле ничего не означает поскольку человек современного урбанизирован он не видит ни того ни другого но если вы живете на природе и ваш урожай в зависимости в большой степени зависит и от солнца и от луны ты вы видите как это оказывает влияние на созревание плодов на все или бред дождь есть дождь будет урожай нет дождя не будет урожая понятно понятно что что такого рода что такого рода зависимость человека от всякого рода сил она реально она существует и тура приучает нас обращаться всегда к самому творцу ты хочешь дождь мы обращаем его ребенка дай нам пожалуйста дождь мы хотим чтобы светило солнце дай нам пожалуйста солнце мы хотим чтобы светило дай просто то есть все время воспитываем мы у себя вот это сознание что несмотря на то что вроде бы мы живем среди окружающих природных сил которые влияют но их управляющим единственным кто ими управляет является творец и поэтому обращаться к ним эта вещь не только не только бесполезно но я морально потому что если я обращаюсь к творцу с просьбой дай мне пожалуйста дождь то понятно в торе написано будете вести себя хорошо будет дождь не будете вести себя хорошо не будет дождя то есть общение с творцом она она обуславливает мое моральное поведение предполагает что я должен морально измениться если я морально меняюсь то твой цветок и ты меняешься ты исправляешься давай дадим тебе дождь а когда люди обращаются к разного рода силам то они используют исключительно духовную технику магию посмотрите белом например является типичным таким товарищем в торе он знает духовную технику но в конце концов общение с творцом у него не происходит он все время остается в рамках в рамках самого творения и оказывает влияние на сами эти силы которые в творе и и поэтому мы видим что человеку аморальный чеку на мораль не потому что когда человек обращается к законам природы они требуют от него быть моральным а общение с творцом предполагает быть морально но зато когда ты общаешься с творцом ты общаешься с личностью который все это сотворил и все это и все и всем этим управляем поэтому у человека всегда есть выбор всегда есть выбор и понятно что так как целью человека нам граммом объяснил неоднократно является 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 познание творца близость творцу то понятно момент когда человек зацикливается на каком-то этапе на служению кому-то чему-то другому и так далее то он закрывает себе эту эту дорогу люди сами сами закрывают себе эту дорогу и теперь если у вас есть вопросы то пожалуйста у меня есть вопрос я или прослушали или не знаю можно скажите вот такой вот момент когда я как человек ну например да что-то происходит моей жизни а я считаю кого-то в этом виноваты то есть по сути своей я как бы считаю что эти обстоятельства этот человек еще могли повлиять на мою жизнь то есть ну не творец является ли это идолопоклонство или нет но я ясно не понятно мы все влияем друг на друга и водитель автобуса влияет на меня и являю не водителя автобуса вопрос в том я могу обратиться к водителю автобуса с требованием чтобы он выполнял свою работу но я не могу требовать от него того чтобы он я же не я не считаю его творцом мира и управителем его это нормально но когда я когда я обратился хочу чтобы в мире что-то изменилось то молитва моя обращается только самому творцу но это не означает что я не могу попросить человека сделаю то-то и то-то но человек может сделать или не сделать поскольку он совершенно ограничен если я хочу настоящего изменения то я обращаюсь к тому кто все это создало всем этим управляем если бы пророки не сказали нам не сообщили нам что он слушает наши молитвы то мы бы действительно наверно молчали в тряпочку но пророки сказали нам что дал он заинтересован наши в нашей молитве это не отменяет ценности человека у меня вот такой вопрос несколько лет назад я как сказать фанателок православие вот я разобрал с этим всем все это в прошлом но я хочу к этому обратиться в таком контексте когда христианину говорят прославную вот это святой святые постановления это святые отцы сказали все все стают в положение смирно и все же так без рассуждений без всяких теперь о традиции которых вы говорили о которых ромбан отсылает нас откуда взялись вот эти традиции вот эти истории придуманы что ходил учил а теперь я вам напомню о чем мы уже многократно говорили но это только доказывает важность всегда прежде всего встает вопрос на чем основана моя вера моя вера основана на то что всевышний разговаривал со всем народом израиля у горы сина теперь вы мне скажете а как я могу это проверить может быть за выдумка на этом мы с вами говорили что так как это основополагающее событие формирующие в истории народа то народ такого таких событий не выдумывает и если бы это была выдумка то в народной национальной традиции были бы другие варианты поэтому если если синайское откровение это факт то она как известно было предназначен для того чтобы проверить муше помните муше пришел кал так то и так то мы ему сказали извини мы хотим поговорить с самим начальником тогда начальник пришел и говорил со всеми на когда всевышний мусиная говорил со всеми нами мы поверили муше с этого момента и дальше а муше раз мы ему поверили и теперь доверяем он дает нам эти критерии то есть мы верим пророком израиля как мы знаем что он пророком согласно тем критериям которые муше нам оставил и если бы мы не проверили муше у синайской горы тогда действительно все бы это было под сомнением но мы проверили муше и поэтому все то что он нам передал нам и между через дальнейших пророков мы это принимаем как вещь верно но муше мы проверяли проверяли самым серьезным образом чем только можно проверить потому что действительно если не так откуда я знаю что он морочил что-то не ясно похоже вопросы кончились и у кого-то еще есть вопрос есть вопрос скажите пожалуйста я тоже вот по православию фанатила как предыдущий скажите пожалуйста какое объяснение вы можете дать чудесам христианство например схождение благодатного огня или других там религиях это сморите то что сами по себе чудеса не является ничем они ничего не доказывают кроме того что человек который делает может это делать и поэтому существует разного рода духовные силы и магии прочие вещи если человек придет и распустит мне этот огонь с неба высаду я ему скажу ты молодец ты умеешь спускать огонь с неба интересно что рабом говорит что когда муше помните ведь когда всевышний посылал муше он ему сказал вот а муше сказал они мне не поверят он где-то сделай там фокусы-покусы змея превратив посох посох змея а муж и не хотел идти вам объясняет почему уже не хотел идти потому что он понимал что эти фокусы-покусы не является доказательством а в египте они такие вещи делали там просто сайте и что они делали в египте все что угодно это доказывает только то что у них были такие духовные силы которые делали но это не доказывает ничего кроме того что те что есть люди которые умеют делать такие вещи спасибо понятно спасибо так вот я хочу пояснить немножко я не в том плане что слышно мне да 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 сейчас слышно не в том плане что я сомневаюсь что там маша передал традицию нет для меня это как раз сомнений подлежит тем более для меня есть доказательство того вот этих всех дел то что каждый раввин например может проследить свою смеху до вплоть до маша рабеин рукоположение свое положение есть также у евреев сохранилась родословные по которым можно проследить прямо до аронов до первосвященника свое самое родословно это нет я говорю просто от родиться откуда ведь не маша жаребейну придумал историю что авраам ходил там учился а мы тушила допустим не учил вот это все кто-то придумал за то что традиция от авраама и цхака якова во всеми этими рассказами понятно что она была до мошэ но до мошэ эти традиции были бездоказательными потому что откуда я знаю да если бы например я жил во времена мошэ или перед мошэ вегите мне это знаешь у нас были великие отцы авраам и цхака яков и всевышним открывался я бы сказал наверное то что были авраам и цхака яков это наши отцы в этом бы наверное я не сомневался потому что это очевидная вещь которая передается из поколения в поколение но кто знает или кто может мне доказать что всевышний с ними разговаривал там никого не было поэтому все эти вещи они нашли подтверждение только когда мушэ их пересказал понимаете то есть когда мушэ нам рассказал что вот да авраам и цхак якова шем с ними разговаривал а это другое дело вот с этого момента это абсолютно достоверно если бы мушэ не сказал что вот эти все вещи эти традиции которые шли от авраама и цхак якова верные я бы ему на них полагаться то есть вот это все где-то закупил в талмуде допустим да это все записано что и там говорится именно маша передал то что авраам ходил учил что мы тушилах не мог учить там там ссылка на маша идет разумеется потому что она не монет написано вторим уже авраам и цхак а все эти рассказы написано вторим уши то есть мы видим понятно что традиции семейные всегда были но а то что ашем разговаривал с авраам и цхаком якова этого никто кроме пророка подтвердить не может уже не знаю а мушэ подтвердил а его мы проверяем то есть понятно я согласен и для меня это не проблема верить и довериться вот этому что бог разговаривал с авраамом меня просто подозрение насчет истории которые учил сочинил потом когда авраам изгнал исмаила там он дал якобы матери его там имя демона и вот они там призывали это все но ты для меня это вот этому я точно не верю еще хотел бы я по свою о своем опыте небольшом рассказать как я пришел бы на инах кратко когда много лет назад я пытался заниматься магии там и колдовством магии пытался заниматься вот и меня толкнуло буквально православие я пришел православные культу сооружения но куда я пришел от одного идола поклонства к другому то есть к узаконенному уже в этой в россии в стране в этой через много лет назад я но это просто как сказать вы поймете начал посещать евангельский кружок до этого были там монастыри и так далее все это евангельский кружок мы читали там евангелие толкование святых отцов и так далее мне стало интересно а что они значат все эти заповеди которые историю приведены в евангелии что они значат точки зрения ютаизма то есть я начал задавать правильные вопросы пришел бы на инуах я бросил все что ищешь что и находишь вот как получилось так что да действительно правильный вопрос и пришел к торе купил торгов народ там так далее толдот нашел сайт начал задать вопросы получилось отлично это очень интересно и очень радует если у кого-то еще какие-то замечания предложения вопросы но дело прошлой конечно было предпасхальный там лекция когда пришли эти самые 44 сын один задал вопрос а что там такое что у вас тут за закон и заповеди а вот это то есть я по поводу второго человека второго которого сын как он назывался там первый сын будру и второй злодей да вот злодеи как раз у меня тут свое мнение как бы свое видение насчет его потому что когда он говорит а что это там заслужение такое у вас это прямо взято прямо из из книги шмот по-моему так 12 12 глава там и там именно этот сын то и говорит там бог говорит что а когда скажет вас сын спросит вас а что это у вас заслужение то именно этот злодейский сын именно этими словами trajectory говорит и причем когда первый задает вопросу что у вас за закон и такие тут один вопрос понятно не замечают а когда этот задает что в заслужении тут два для меня вопроса а что закон и такие а что вы на самом деле здесь делаете что за служение может вы тут придумали пищу выносить придумали еще через костер прыгать чтобы я задавал вопросам разное то есть вы не отступаете от законов-то на самом деле. Вы тут не занимаетесь чем-то отсебятиной какой-то. Да, безусловно. Хорошие вопросы он задает. Хорошие вопросы. Вот поэтому для меня он как бы злодей, это не кажется. Два вопроса на одну. А интересно, кстати, в Торе он не злодей. В Пасхальный Агадем он злодей, в Торе он не злодей. Да, вот именно. Его вопросы хорошие, они правильные и легитимные. Ну да. Том, есть у нас еще замечания? Окей. Если нет замечаний, тогда до встречи в следующий раз. Всего хорошего. Будьте здоровы. Живите баба. Спасибо огромное. Всего здорового. Всего доброго. Спасибо большое. Пожалуйста, огромное. Спасибо.